Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем нашу беседу о музыке. И в гостях у нас Петр Рейнович Лаул. Не первый раз, и все его вы знаете. И поводом для нашей встречи послужило... Два повода, по сути дела, послужили нашей встречи сегодняшней. Это выход книжки 32 сады Бетховена, о чем мы сегодня обязательно поговорим. Это такой труд, которого в мире не было впервые. Это исполнительский анализ, как я понимаю. Я ее тоже сегодня буду держать в руках. Ну, не впервые. Ну, такого рода. Но все-таки... Ну, есть еще? Да, я думаю, что много такого. Думаешь или знаешь? Да. Ну, во-первых, у нас точно это было. Собственно, Гальденвезер это делал. Но это другого. Нет, он делал не только редакции. Там же было приложение к редакции. Да, знаю. Это целая книга. Там очень подробно. Ну, и потом насчет западных исполнителей я точно не знаю, но я уверен, что там что-то есть. Немцы уже должны были что-то такое сделать. Не прав. Не прав, не прав. Не можно преувеличивать мои заслуги. Да. Но все-таки это очень серьезно. Я вообще привык тебя уже преподносить, как человек, который впервые сыграл. Ну, не впервые, но повторил подвиги. Да. Тридцать-вестные Бетховины были сыграны. Были. В Тарту, в Москве, у нас, в Петербурге. Да? Да. Фантастика. Сейчас идет Скрябинский цикл. Да? Да, эти концерты Бетховина были сыграны. Даже в один вечер. Были. Но это тоже не первые. Но не первые, не первые. Книга сделана. Это потрясающе. Ну, вот это повод. Значит, назвал. И второй повод. Это четвертый концерт цикла. Все сочинения до Фрепяна Скрябина. В шести концертах. Будет четвертый концерт 21 октября. Петь, ну, наверное, мы начнем со Скрябина. Да, конечно. Конечно, поскольку это вот сейчас актуально. Ну, да. Это как бы и в плане рекламы, и в плане рассказать. И когда себя. Уже, в общем, довольно скоро. Поэтому надо говорить. Совсем скоро. Да, да, тебе слово. Ну, вот этот концерт 21 октября. Он четвертый в цикле. Это, таким образом, начинается вторая его половина. И мы, наконец, наверное, уходим от раннего Скрябина. Получается, что вот примерно половина произведений Скрябина по времени – это вот ранний его стиль, который еще был во многом под влиянием Шопена. И, в общем, вот такая вот ранняя лирика, преимущественно минорная, трагическая. И вот этот концерт, который сейчас, он уже образует такой переход от раннего к среднему и зрелому Скрябину, который начинает писать лаконичнее. Он начинает писать меньше, совершеннее. Он уходит от такого преобладающего трагизма в своих сочинениях. Это музыка наоборот. То есть, это такая музыка, которая производит такое несколько даже эйфорическое впечатление. То есть, минорных сочинений становится очень мало. Скрябин вообще в поздние годы совершенно отрицал минор и, в общем, не гордился своими сочинениями, написанными в миноре. Ну, по крайней мере, он как-то не собирался это продолжать. И, кроме того, он в этом возрасте как раз уже, наверное, освободился от влияния Шопена почти что. И уже дальше шел абсолютно своей дорогой. Причем, ну, там можно найти какие-то следы в его музыке увлечения поздними романтиками, таким как Вагнер или Лист. Но они уже далеко не такие, как в случае с Шопеном, явные. То есть, нет произведений, построенных по образу и подобию шопеновских вещей, например. Которые там просто попадались явные такие, ну, не то чтобы перепевы, но, в общем, какие-то... Ну, то, что можно назвать омаж. То есть, такие посвящения тем или иным вещам Шопена, в общем, в ранних прелюдиях запросто можно было найти даже в некоторых болезнях. А с мелодизмом? Ну, мелодизм пока еще остается. То есть, вот такой все-таки тональный. Он из в ранних очень хороших. Да. Ну, тут немножко другое. Конечно, иногда уже можно видеть какие-то формулы. То есть, некоторые эти прелюди, они уже совсем краткие. Они составляют там несколько, ну, там, несколько тактов гармонических. Просто гармонические формулы, да. Вот такой минимализм своего рода. И нет, там все равно попадаются такие жемчужины именно мелодические. Но тут уже больше этот стиль смотрит 20 век. И тут уже больше важна сама атмосфера, чем чистый мелодизм. Гармоническая, очень изысканная, очень пряная. И, в общем, такое фортепианная дымка, которая все это обволакивает. Ну, это уже в каком-то смысле он глядит в сторону совсем своих поздних вещей. Но от тональности он еще будет оборотаться. Да, это уже в следующий концерт. А какие у тебя вот сейчас вот в четвертом концерте сочинения? Какие опорные? Ну, опорные. Это, прежде всего, четвертая соната, которая в нем, она его заканчивает, этот концерт. Ну, кроме этого, есть еще несколько относительно крупных вещей. Это сатаническая поэма, опус 36, трагическая поэма, опус 34. Потом опус 25, с которого концерт начинается. Это 9 мазурок, это очень такой обширный опус по времени. Он занимает полчаса. Не знаю, опорный ли он, но он, по крайней мере, большой. Ну, вообще, в этот концерт входит 14 опусов. Они все, за исключением тех, которые я назвал, достаточно небольшие. Многие из них я раньше не играл, даже большую часть, наверное, не играл. И поэтому, конечно, сложно для меня. Но там вот, получается, что еще мы не назвали? Опусы прелюдий. Две прелюдии 27, четыре опус 31, четыре опус 33, три опус 35, четыре опус 37 и четыре опус 39. Это все прелюдии. То есть, очень много прелюдий. Почему-то все нечетные опусы. А еще из небольших произведений поэмы. Две поэмы опус 32. Это самые знаменитые. Самые знаменитые, вот такая визитная качка. Прямо, это первые его поэмы. То есть, первый раз он использовал это название. И, в общем, самая первая из этих поэм, она действительно самая известная. Которую он сам записал, которую он очень любил. Да и публика. Ну да, да, да. То есть, прекраснейшее сочинение. Такое вот, можно сказать, как в капле, в ней все самое лучшее, что присуще его зрелому стилю проявляется. Вот он придумал это название, потом у него будет много поэм. Да. И они пришли на смену, может быть, экспромтом, которым написал раньше. Но это не совсем то же самое. То есть, это действительно, они меньше, чем экспромты, как-то в основном, по длине. Ну, они поэмы. Да, и действительно, там есть больше вот это ощущение именно поэтичности, поэзии Серебряного века, может быть, в музыке. Ну, кроме этого, еще из маленьких опусов, две мазурки опус 40. Ну, это уже такое позднее обращение сравнительно к мазуркам. Больше он мазурок после этого не писал. И они совсем другие, чем в 25-м опусе. Это миниатюрные мазурки такие, совсем вот крошечные, как скорее такой намек на мазурку. Но Скрябинах тоже любил, тоже он вторую из них записал. То есть, он записал такую горсточку произведений. И видно по ним, что он как-то в первую очередь ценил в своих вещах. И что он больше всего хотел записать вот там. В том числе вот этим мазуркам. Слушай, а на этом концерте середины периода заканчивается, или все-таки он продолжается и в 5-м концерте? Ну, знаете, там же нету большой такой вывески. Ну, для тебя. Ну, он еще продолжается, но... В 5-м концерте? Да, да. То есть, поздний период, когда он отказался от тональности. Это произошло примерно на уровне 5-й сонаты. Но это еще не считается такой совсем поздней вещью. Потому что он еще, бывало, уже почти на вид от тональной вещи писал, но все-таки стоял в конце. Там до мажорной аккорды. Это важный концерт четвертый. Там получается подведение какого-то итога. И в дверь следующая. Нет, здесь еще о позднем периоде все-таки речи не идет. Вот следующий, он будет уже переводить в сферу позднего периода. Ну, так сказать, незаметно, но непозрестно. То есть, она уже заканчивается седьмой сонатой. Программа. Которая, самое что ни на есть, позднее сочинение. И потом уже последний концерт, шестой, он целиком заставил из поздних вещей. А тональных. И он, конечно, я его очень ждут большим интересом. Потому что это, хоть и довольно страшный концерт. Если бы себе представить. Но, то есть, это тот концерт, который я бы никогда не стал играть. Вне цикла. Вне цикла, да. И всегда о нем мечтал. Понятно. Ну, и сбудется. Слушай, у меня вопрос. Судя по Бетхомину, к которому мы вернемся. Есть ли в планах мысли о создании нечто подобного по Скрябинскому? Вы имеете в виду книжку? Ну, типа вот такого исполнского анализа или какой-то еще. Задумки есть? Несомненно. То есть, я буду что-то про это писать. Единственное, что пока еще я думаю, каким образом это сделать. То есть, я спрашиваю у себя, какой книги мне самому не хватало, когда я занимался Скрябином. Ну, и сейчас, цикл вообще в жизни. И подозреваю, что мне не хватало такой книги, где можно было про каждый опуск систематически что-то найти, что-то прочесть. Потому что есть книги, где там все они упоминаются вскользь, там какие-то сведения, здесь какие-то отрывочные сведения. Что-то вроде такой энциклопедии. Так и будет в таком случае энциклопедии. Да, но все-таки не только. То есть, не только там какие-то выжимки из чужих отзывов, но все-таки какие-то свои комментарии. Понятно, понятно. И общие, в общем. Ну, что-то здорово. Скажи, пожалуйста, а вопрос такой, сказалось ли твое сегодняшнее скрябинское путешествие на репертуаре твоих учеников? Вот я не могу сказать. Вместе, путешествие не сегодняшнее, оно все же продолжается. Ну, сегодня ты даешь концерты, ну, в этом году. А ребята-то мои, студенты, они... Стали ли они больше играть? Да, хотят ли они играть больше скрябином? Пока не заметил. Интересно. Просто мне всегда интересно, когда играющий педагог и его студент. Это же выжатый. Нет, ну, видите, скрябин все-таки это такой композитор. Ну, я надеюсь, что твои поклонники и новые желающие прийти придут. Я надеюсь, что ковид нам не закроет те 75%, которые мы сегодня имеем право. Ну, я надеюсь, да. Сейчас, конечно, последние два концерта очень зависят от ковида. Так получилось. Ну, да. Ну, мы писать будем. Как не выучил большую программу скрябином, сразу ковид. Ковид, да. Это проклятие страшное. Ну, Петь, как живем мы здесь, как их кушно. Времена они выбирают, у них живут, но умерать-то не надо. Ну, по поводу, о чем мы там говорили, Шевстакович. Да, 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 что сыграть. А, а, вот насчет того, что спортивный ли в этом интерес. Да. Так, именно что нет. То есть, это может выглядеть так со стороны, что я хочу там доказать, как я много и быстро могу сыграть. Наизусть. Да. Это вообще не такая большая проблема выучить что-либо наизусть. Ну, это ты говоришь. Я-то считаю совершенно иначе. Ну, для меня это так. Вот это счастье. На хорошей памяти. Но дело ведь как раз не в этом, а в том, что именно интересно поднять весь этот пас целиком, чтобы в конце концов через вот эту большую массу музыки увидеть какие-то общие очертания вообще того, что есть Скрябин в целом, что есть Битхоин в целом. Это интересно именно вот в этом плане. То есть, это я делаю не потому, что хочу какой-то поднять какую-то штангу, да, а потому что это действительно для меня интересно. И я теперь, сыграв все 39 сонаты, по-другому смотрю на какую-то одну в отдельности. И когда прохожу ее, и когда сам играю, вижу ее как бы место во всем этом творческом пути, и это гораздо четче для меня эта картина. Ой, это очень интересно. Ну, будем ждать новых идей. Нам сейчас нужно завершить цикл. Да. Мы его запишем, все поставим на ютюбе, и я надеюсь, будем ждать других твоих концертов. Спасибо, Петь. А нашим слушателям, нашим зрителям одно пожелание – приходить. Спасибо. 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 Продолжение следует...